И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. На этой неделе мы отмечаем праздник Казанской иконы Божьей Матери. Это 4 ноября. А в этот день и наша государственность отмечает праздник народного единства. Что касается прославления иконы Божьей Матери, то мы знаем, что в 1612 году в городе Казани этот образ был найден в огороде одной семьи. И, знаете, этот образ открылся не каким-нибудь архиереем или священником, или каким-нибудь вельможем того времени, а простой девочке по имени Матрона. Божья Матерь появилась и сказала, что скажи матери своей, что вот тут находится мой образ. А если ты мне будешь говорить, то значит ты заболеешь. И вот девочка пошла один раз к маме, сказала, мама не поверила. Потом второй раз слышал голос Божьей Матери, что ты иди скажи маме. Девочка пошла, мама опять. Потом, когда пошла третий раз, что мама, она пошла уже слезами и говорит, мама, что вот мне уже третий раз слышится вот этот голос на третий день. И тогда вот пошла она, мама пошла, значит, к священнику по имени тогда Ермолай был. Это Ермоген, будущий патриарх московский и всея Руси. И он тоже сразу как-то усумнился, что это правда или неправда. Мама, правда, пошла еще к архиерею сразу. Но все как-то не обратили. Ну а вот священник Ермолай, он решил все-таки пойти. И он пошел и нашел действительно, нашел образ Божьей Матери, который лежал в земле под дереве, вот в огороде той семьи, туда выкопали. И тогда вместе с епископом, вместе с градоначальником совершили там молебень и принесли этот образ в храме Божьем. И вот с того времени считается этот образ. Но ведь этот образ был написан, и как говорится по преданию, что этот образ был написан еще апостолом Лукой. И вот этот образ сохранился. А ведь апостол Лука написал несколько образов. И вот и Казанская икона Божьей Матери, и Тихвинской, и Владимирской. Там вот, поэтому, знаете, еще может быть. Но у нас, что касается вот икон Божьей Матери на России, их-то очень много, очень много названий. Поэтому мы должны чтить нашу Царицу Небесную. Потому что мы живем под ее покровом. Если она нас оставит, то тогда, вы знаете, получится так, что мы останемся ни с кем. Но давайте мы в этот день думать не только ходить, гулять, что сказать. В этот день будем ходить в храм, будем молиться, просить Царицу Небесную, чтобы она нас простила за всех тех грехах, за всех тех недостойных высказываний против нее, против ее сына. Потому что мы теряемся. Нас кто толкает к плохому? Сатана. Ну, а человек, вы знаете, становится похожий сатане. И это, вы знаете, это очень жалко, что вот мы становимся такими, не уподобляемся быть. Потому что, когда Господь создал человека, Он сказал, сотворим человека по подобию и образу нашему. А кому мы уподобляемся? Кому? Что такое человек? Что такое ум? Что такое душа? Что такое Бог? Ведь никто не знает. А тут мы хотим очень много. Мы становимся царем природы, и мы хотим командовать всем и вся. А в целом мы никто. Поэтому, дорогие мои, давайте будем думать о том, что действительно мы живем по воле Божьей. Мы созданы Богом, и мы должны идти так, как нас учит Священное Писание, чтобы идти тем путем, чтобы идти вместе с Богом. Идти в любви друг к другу, и идти помогать друг другу, и прославлять своего Творца, Создателя, и тогда Господь нам во всем поможет. Так что я вас поздравляю с наступающими два праздника и Народного Единства, и Казанской иконы Божьей Матери. И помните, что без Бога нам не до порога. Без Бога мы ничего не делаем. И пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.